Мир вам, братья и сестры! Псалом 89, 12 стих, стих, который мы знаем наизусть. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Хотел бы продолжить тему, которую мы уже начали во вторник. Мы говорили о том, что Иисус Христос – это идеал человека, у которого то, что было в жизни, полностью совпадало с тем, что нужно или должно быть. Он не просто рассказал о чем-то, он своей жизнью показал, в чем заключается сущность человека, в чем его задача, в чем его назначение. Я хотел бы, чтобы сегодня мы еще одну молитву рассмотрели, молитву Моисея. Молитва – это особое что-то, это сокровенное желание души, это что-то очень личное во взаимоотношениях человека с Богом. «Господи, научи нас». Вы знаете, мы сегодня живем во время, когда все меньше и меньше люди нуждаются в том, чтобы их учили. Они все уже достаточно мудрые, достаточно умные и не любят, когда их учат. Очень даже иногда не любят, чтобы их учат. И вот верующий человек, понимая, что от Бога все, и понимая, что он единственный учитель, который может научить самому нужному и самому главному, потому что кто-то сказал, мудр не тот, кто знает многое, а кто знает нужное. Это очень важно сегодня, потому что сосредоточиться на главном, на самом нужном. Писание говорит неоднократно, одно только нужно. Одного тебе не достает. Или приготовь себе нужное для переселения. Вот научиться так использовать жизнь и так использовать время, чтобы приобрести мудрое сердце, а мудрость, которая свыше нисходит, она особенная. Она не такая, как человеческая. Мудрость, сходящая свыше, она чиста, мирна, она послушлива и полна добрых плодов и так далее. Вот эту мудрость приобрести может человек, который научится выбирать в жизни главное. Выбирать вот из всего второстепенного. Вы знаете, наверное, наша самая большая беда, то, что время, которое Господь нам дает, мы используем неправильно. То есть, иногда тратим его на второстепенное. Господи, научи нас. И вот когда человек подходит с искренним желанием в молитве к Богу, чтобы Бог научил так использовать время, которое Он ему дает, чтобы приобрести сердце мудрое. Я хочу подчеркнуть это маленькое слово так. Вы знаете, для Господа очень важно не сколько мы делаем, а как мы это делаем. Сегодня очень многие христиане хвалятся тем, что они очень много сделали. Господь хочет, чтобы мы имели качество нашей жизни. Так бегите, говорит апостол Павел, чтобы получить. Он говорит, вы разве не знаете, что бегущие на ресталище бегут все, но награду получает один. И он говорит, так бегите, чтобы получить. В это слово так нужно вложить тот смысл, который Писание вкладывает. Это особое качество нашей жизни, этого бега. Потому что бегут все. И вы знаете, иногда вот так за толпой, за обществом, как говорят, ну как все, что всем, то и мне. На самом деле Бог хочет, чтобы это было качество. Когда-то в первые дни апостольской церкви апостолы проповедовали, и об этом написано. Они говорили так, что уверовали люди. То есть это не просто говорили, это было особое качество проповеди. Они так говорили, что уверовали. Вот сегодня очень немногих христиан привлекает это слово так. Научи нас так счислять, чтобы приобрелись. Так досветит свет ваш пред людьми, говорил Иисус Христос, чтобы они видели и прославляли. Можно светить. И часто сегодня есть такое выражение. Вот брат засветил, вот сестра засветила. Вот так пусть светит ваш свет пред людьми, чтобы люди видели добрые дела ваши и прославляли небесного Отца. Вот есть ли это в моей жизни? Есть ли это в моей жизни качество, вот особенное качество жизни? Сегодня много говорят о любви. Но Бог, который есть любовь, о нем написано, что Он так возлюбил, что отдал. Можно много, знаете, говорить, вот как я люблю, как я хочу любить. Как? Так, чтобы не простить. Так, чтобы не забыть обиду. Так, чтобы свое я не ущемить. Так, чтобы и можно много перечислить. Нет. Так возлюбил Бог, что отдал. И отдал не просто что-нибудь, отдал Сына Своего Единородного. Чтобы всякий верующий в Него имел вечную жизнь. Братья и сестры, сегодня особо нам нужно подумать о качестве. Маленькое слово. Научи нас так счислять нашу жизнь. Так счислять это время, которое Бог дает. Так, чтобы. Потому что очень много людей сегодня живут просто вот так вот, не замечая даже этого времени и этой жизни. Мудрое сердце. Как это сегодня необходимо? Какой большой дефицит в людях, которые обладают этим мудрым сердцем. Знаете, сегодня много проблем в последнее время и написано, в последние дни наступят времена тяжкие. Очень много Библия говорит о времени. Времена тяжкие. Потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, родителям непокорны, наглы, напыщены, надменны. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. В это время или в эти времена особо нужно мудрое сердце. Так много людей способны сегодня ранить друг друга поспешными выводами, поспешными приговорами, какими-то обидами, огорчениями. Очень много сегодня проблем из-за того, что мудрости не хватает. И бывает, что хочется уже поправить, а ушло это время. Ушло и его не вернуть. Господи, научи нас так нашу жизнь проводить, так использовать это время, чтобы приобрести мудрое сердце. Апостол Павел в послании Ефесянам пишет. Смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Потому что дни лукавые. Смотрите, в одном тексте мудрость и время связаны. Поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, а значит дорожа временем. Мудрый человек обязательно дорожит временем. Он обязательно использует каждую минуту для нужного. И я думаю, что это очень важно, потому что я уже говорил, что мудрость или мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное. И вот каждая минута нашей жизни, которую Господь нам посылает, предлагает нам выбор или вызов в главном или второстепенном использовать это время. И очень много, к сожалению, очень много людей, и в том числе и христиан, неправильно используют это данное Богом время. Господи, научи нас так проводить время, так его использовать, так принимать от Тебя, чтобы и приобрести сердце мудрое. Сегодня очень много говорят о том, что успех или причина успеха, богатства, карьеры зависит от того, что человек попадает, оказывается в нужное время, в нужном месте. Слышали, да, такое? Вот почему у него такой успех? Почему так получилось? А говорят, он оказался в нужное время, в нужном месте, всего-то навсего. Но это не так просто. Это не так просто оказаться. В общем, в течение времени нужно так определиться, чтобы не пропустить. И не пропустить ничего в плане Божьем. Вы знаете, в плане Божьем происходят какие-то события, происходит что-то. И вот Божий человек, он пристально следит за этим, тщательно следит за этим, чтобы ничего не пропустить. Потому что время уйдет, и все. Нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Когда мы читаем повествование о Симеоне и об Анне, очень удивляет, вот, что, как пишет Слово Божье. Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон. Что, один Симеон жил в Иерусалиме? Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон. Смотрите, тогда. Слово, которое определяет время, обстоятельства времени. Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон. И тут была Анна. Вот в нужное время, в нужном месте оказались всего двое. Множество людей жило тогда в Иерусалиме. Но о ним было не до плана Божьего. И только Симеон, который был исполнен Духа Святого, который чаял, который ожидал, который боялся пропустить, он был на готове. Вы знаете, это очень и очень важно сегодня. Потому что в плане Божьем каждый день, каждую минуту что-то происходит. Но являюсь ли я участником множества людей, да и в храме тоже было полно людей, которые просто по обряду, по обычаю что-то совершали. И вот один человек приходит, берет на руки младенца и говорит, мои очи видели спасение твое. Никто больше. Братья и сестры, это очень и очень важно. Чтобы в плане Божьем не пропустить вот этих главных моментов. Потому что время уходит. Когда-то в известной песне, которая звучала в Союзе, вот везде. И не думай о секундах свысока. И там есть такие слова. Мгновения раздают. Кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Мгновения раздают. То есть мы иногда думаем, что мы живем вот и завтра будет как вчера, и послезавтра будет как сегодня и так далее. Время не возвращается. Вот то, что ушло, уже не вернешь. И вот сознание этого заставляет очень серьезно думать о том, чтобы не пропустить. Как правильно использовать время? Здесь же в этом 89-м псалме есть такая фраза. Мы теряем лета наши как звук. Мы теряем лета наши как звук. Я хотел бы немножко порассуждать о звуке. Особенно люди музыкальные, которые играют на инструментах или поют в хоре, они прекрасно знают, что музыкальное произведение звучит во времени. На каждую ноту, которая там нарисована в нотах, выделено определенное время. И на самом деле звук характеризуется основными такими тремя характеристиками. Это высота, тембр или окраска и длительность. Обязательно длительность. И вот вы знаете, бывает иногда не успел хорист или музыкант издать какой-то звук. И музыкальное произведение не останавливается. Оно идет дальше. Оно во времени. Вот если бы мы могли себе представить, что на каждый звук или паузу выделено определенное время, выделено специальное время, которое вернуть невозможно. И я думаю, для этого проводятся сыгрывки, спевки, репетиции, для того, чтобы наилучшим образом выучить это произведение и потом исполнить его без ошибок. Потому что когда вы не подготовлены, вы не издали этот звук нужный, в нужное время, и время ушло, и уже поздно назад возвращаться. Я думаю, что качественное исполнение, это как раз задача хористов, регентов, которые готовят хоры. И мы вот с братьями беседовали о Духе Святом. Я говорил о таком риторическом варианте слова «исполняйтесь». Потому что в русском языке «исполняться» это значит наполняться, переполняться. Но есть и другое значение этого слова. «Исполняться», вот, звучать в исполнении кого-то. И когда вот в послании Ефесянам написано «исполняйтесь Духом», я говорил о том, что для меня очень понятна эта фраза, потому что наша жизнь, как музыкальное произведение, если звучит в исполнении Святого Духа, это самое лучшее и самое надежное. Я приводил такой пример, что вот когда на пианино там взрослые или родители или старшие играют какую-то песню, а маленький ребенок подходит то с одной стороны, то с другой, хочет ударить по клавишам. И он как раз думает, что играет именно он, а ему все остальные мешают. И он в этом уверен, и он нервничает, он кричит, если его отгоняют. Но какие звуки он издает, мы знаем. Получаются диссонансы, такие некрасивые звуки. Но он хочет этого, он хочет играть. Вот так в нашей жизни, если Дух Святой исполняет нашу жизнь, как музыкальное произведение, если мы предоставляем возможность ему это делать, не мешая, это самая лучшая христианская жизнь. Потому что он автор. Иногда говорят, вот песня исполняется автором, или звучит в исполнении автора. И это очень интересно, потому что этот человек написал это произведение. Он туда вложил душу. Наша жизнь христианская, вот задумана Богом, и Духом Святым должна исполняться. В этом главная идея, на самом деле. Чтобы убрать наше «я», и чтобы Бог мог, на самом деле, путь в небо, мы можем проделать только в одном случае. Когда Бог проделывает его в нас. Когда мы ему не мешаем. И вот на этом примере можно сказать, что когда мы заходим то с одной стороны, то с другой, и бьем по этим клавишам. Вот тогда получается некрасиво. Тогда получается неправильно. А музыкальная жизнь, наша жизнь, это музыкальное произведение, которое звучит во времени. Вы знаете, один проживает столько, другой столько. Есть в музыкальном произведении и прелюдия, и основная вот такая вот часть, и финал. У кого как? Но тем не менее, у каждого есть это. Это может быть коротенькая песня у кого-то. А у кого-то длинная симфония, которые живут очень долго. Но все равно, все равно, все исполняется или находится, или звучит во времени. На каждый наш шаг выделено время. На каждое слово, на каждое движение выделено время. И как важно, братья и сестры, использовать это. Когда человек предоставляет свою жизнь Господу, а Симеон был таким, потому что написано, Дух Святой был на нем. Столько людей жило в Иерусалиме. Один Симеон пришел, увидел Иисуса Христа и сказал, вот, мои очи видели спасение твое. Вы знаете, очень много людей пропускают в Божьем плане многое. А на каждый отрезок жизни выделено свое определенное время. Если говорить о музыке, можно говорить много. Там есть и в нотах такие значки, как репризы. Да, они предлагают вам вернуться и повторить какую-то часть. Но это не значит, что время остановилось. Время идет. Бог иногда дает возможность что-то повторить в жизни. Но оно уже было. То первый раз ушло. И больше его никогда не вернуть. Есть в нотах такие значки, как паузы, фирматы. Хористы, музыканты знают. Крешенда, диминуэнда. И очень много значков, которые что-то означают. Означают, надо исполнять затихая. Или надо исполнять усиливая. Есть в хоре соло и аккомпанемент. В музыкальных произведениях есть очень много разнообразия. И в нашей жизни тоже. И вот когда хочется петь соло, а Господь дает паузу. Это тоже надо принимать. И тоже надо понимать. Но настолько научиться читать вот это музыкальное произведение и читать во времени его, это очень важно. Я думаю, наша вот особенно наша беда с вами, что мы не дорожим временем. Я думаю, что даже вот в сравнении с западным мышлением, я помню первый раз, когда появились блокноты такие или органайзеры, в которых было написано или напечатано полностью расписание. Вот что вы в 8 часов сделаете, что вы в 9 часов сделаете у нас в Союзе. Это так было странно для нас, потому что, ну, когда у нас утро, когда проснулся, вот там еще какие-то. Мы жили какими-то блоками такими, мы не жили вот как-то во времени. А вот так как получается, спрашиваешь брата или сестру, когда ты принимал крещение, а говорит, было так солнце, и было так вот хорошо, и приятно, и вода. А какого числа? Он говорит, не помню. Какого года? Не помню. Представляете? Вот. И мы привыкли как-то к этому. Может быть, я не знаю, вы уже здесь живете, может быть, научились или научили, вот. Или заставили, а? Ну да. Ну какие-то общие такие. А здесь все уже по минутам, все уже рассчитано. Я говорю, я сам первый раз смотрел на вот такой органайзер и удивлялся, как это, как это можно представить? Восемь, девять, десять, что ты будешь делать? Ну как Бог даст, то и сделаем. Вот такое отношение ко времени может быть, ну, какое-то, я не знаю, наше, национальное, но на самом деле неправильное. И это плохо, нужно было бы перенять кое-что в этом плане, вот в пунктуальности. Потому что время никогда не вернешь. Длинная жизнь или короткая песня или симфония, все во времени. Вы знаете, пауза, это такая интересная вещь в музыке. Да любые знаки, вот фирмата. Я знаю, у нас регента некоторые злоупотребляли этим. Я пришел как-то в другую церковь, мне предложили там сдирижировать псалом. Вот, я попробовал, у меня не получилось, потому что я дирижировал по нотам, а люди, хористы, привыкли под регента. А регент любил затягивать, наслаждаться этим звуком. Вот, и фирматы ставил там на каждом шагу. Фирмата это знак, который, ну, на усмотрение регента можно там продлить это звучание. На самом деле невозможно дирижировать, потому что они привыкли к конкретному человеку, который просто вот одни фирматы ставил. Но пауза очень интересный знак. Знаете, вот все молчат, но в этом молчании счет продолжается. Обычно пауза в музыкальном произведении дается для того, чтобы осмыслить предыдущее и подготовиться к последующему. И сосредоточиться в этот момент, особенно надо сосредоточиться на регенте. Или на руководителя оркестра, скажем, на дирижере. Почему? Потому что в тот момент, когда он покажет, надо, чтобы все вместе. Потому что счет продолжается. Вы знаете, были у нас регента, которые наказывали вот хористов. Обычно хористы закроются нотами и поют себе там. И вдруг регент раз и показал паузу. Весь хор, который смотрел на него, замолчали. А там пару теноров поют. И вы представляете, они потом перепуганно убирают эти ноты, смотрят по сторонам, что случилось. Пауза это особое состояние или особые моменты в нашей жизни, когда особенно важно считать время. Или не потеряться в этом счете. Потому что время молчания, но счет продолжается. Страдания, болезни. Я помню, когда меня призвали в армию, мне казалось, вот забрать из молодежи, из церкви, из активной жизни. И два года вычеркнуть из жизни. Вот так сначала казалось. Потом, правда, я понял, что эта пауза нужна была для меня. Я многому научился на службе за эти два года. Но Господь, бывает, иногда посылает нам болезни, переживания, страдания. И мы уже говорили об этом, что верующий человек, он все время смотрит на регента. На самом деле, это самое важное, научиться так вот время проводить, чтобы, или принимать от Господа, чтобы даже в трудное время страданий, переживаний на регента смотреть. Чтобы увидеть, что он хочет этим сказать. Вы знаете, многие люди ропщут, вот как-то мучаются, они нервничают, злятся, что вот Бог как-то вот их вырвал из какой-то активной жизни и дал эту паузу. На самом деле, нужно смотреть на регента и научиться видеть все так, все обстоятельства, какими видит их Господь. Я уже говорил, что на самом, мы несколько раз, вот уже у меня было такое, я много летал на самолете. Но вот когда вылетает самолет из аэропорта, ну такая непогода, слякоть, снег, холод, ветер, ну так неприятно. И такое же настроение. А когда он поднимается и пробивает эти тучи, эти же самые тучи кажутся белоснежным каким-то покровом. Причем так красиво, что глаз нельзя оторвать. И настроение другое, какое-то радостное, веселое, солнце все. Друзья, но это те же самые тучи. Только мы смотрим на них сверху, а не снизу. И оно очень сильно влияет. Многие христиане ропщут, как-то вот недовольствуют. И когда это все кончится, это те же самые. Но попробовать научиться. Это время паузы. Увидеть таким, каким видит его Бог. И все, совсем меняется. И уходят эти все настроения и депрессия. Почему? Потому что человеку удается заглянуть сверху и увидеть все таким, каким видит его Бог. Знаете, в Писании есть таких два принципа. Теперь и после. И очень многие люди руководствуются вот этим первым. Теперь. Вот им сейчас дай. Вот только сейчас. И много проблем из-за этого бывает. Христос говорил Петру, ты теперь не можешь уразуметь. А уразумеешь после. Когда-то Исаав говорил своему брату, что мне до этого первородства. Я теперь хочу кушать. Я голоден. Вот. И сегодня очень много людей пользуются вот этой философией сиюминутности. Как Писание говорит, вот ешь, пей, веселись, потому что завтра умрем. Хватай вот это. А верующий человек, он по-другому смотрит на время. Даже если это время паузы, это все равно время. Это все равно музыкальное произведение. Это все равно часть его. И оно для чего-то нужно. И вот когда апостол Павел пишет, всякое наказание в настоящее время не кажется чем-то хорошим. Да? Никакое переживание и страдание. Но он говорит, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. После. И вот научиться вот этими принципами пользоваться, это очень важно. Но теперь и после, это тоже обстоятельство времени. Я думаю, что можно было бы много говорить об этом. Наша жизнь, это музыкальное произведение. И жизнь всей церкви и какого-то общества, все равно это какое-то музыкальное произведение. Допустим, жизнь церкви. Все равно. И у каждого свои роли, как в музыкальном произведении. Или у каждого свои партии. И кто-то хочет петь соло обязательно, а ему дают такую аккомпанирующую роль. Как важно в этом найти себя. Как важно подчиниться регенту. Как важно не роптать, не довольствовать, но считать. Вы знаете, есть люди, которые проживают жизнь, и потом им уже там 70, и за 70, они все еще где-то в каких-то вот тех вопросах, которые они решали в 18 и в 20, и никак не решили. Они так и не заметили, как состарились. И это ужасно. Я думаю, что Библия говорит и о юношестве, и о отрочестве, о среднем возрасте, о старых людях, пожилых людях. Обо всем говорит. И интересно, что вот те, наслажденные в Доме Божьем, написано, они и в старости плодовитые и сочные. Это важно очень, что с молодости, с юности так время счислять, так прожить его, так использовать каждую минуту, чтобы все было на своем месте. И как Слово Божие говорит, всему свое время. Не нарушая этого. Как это важно? Я думаю, что когда мы знаем большой оркестр, например, симфонический, меня всегда удивляло это. Но вот играет огромный оркестр, играет какое-то серьезное произведение. Вот там стоит человек, час целый стоит, потом бамс ударил по какой-то тарелке и опять стоит час. Потому что у него в нотах этот удар написан и все. Но он не может ударить тогда, когда ему хочется. Он это должен сделать тогда, когда это нужно. И бывает в больших оркестрах люди, которые стоят часами для того, чтобы один раз ударить. Смотря какое произведение. Как автор задумал это. И бывает мы рвемся, что-то хотим сделать, мы все хотим петь соло, мы все хотим быть впереди. Так не может быть в хорошем музыкальном произведении. Надо понимать, что и очень важно, и почетно аккомпанировать. Очень важно где-то вот один раз там извлечь звук за все музыкальное произведение. Но важно, чтобы это было в оркестре, и чтобы это было тогда, когда покажет дирижер, и тогда, когда это нужно. Это было бы великолепно. Потому что есть такое понятие гармонично, да, красиво. И вот когда красиво и гармонично, это тогда, когда христиане понимают это. Что мы теряем лета наши как звук. А звук имеет особую такую характеристику, как длительность. Если вы пропустили, ну вы же не догоните. Если там в какой-то партии кто-то пропустил, нет, уже догнать невозможно. Как бы быстренько он там не нагонял, не пел, ничего не получится. И те, которые пробуют, они просто портят. Хор останавливается, потому что время на эти звуки ушло. И я хотел бы, чтобы мы сегодня вот подумали о времени вот как-то по-особенному. И когда будем молиться, попросили, чтобы Бог так научил нас, так счислять, то есть списывать время, которое вот Бог нам дает, чтобы приобреть сердце мудрое. Я уже говорил, что мудрость, сходящая свыше, она особенная. Она, во-первых, чиста. Знаете, как сегодня не достает современному христианству этого. Очень много людей, которые претендуют на мудрость. Но она, во-первых, чиста, не просто где-то, потом мирна, скромна. Это качества, которые очень в дефиците сегодня. Мудрость. Человек выучился там пару лет, проучился в семинарии, и он уже расчищает себе дорогу локтями, потому что он знает два слова на греческом, два на еврейском, и все раступитесь. Мудрость, которая сходит свыше, она, во-первых, чиста, потом мирна, и потом скромна, послушливо, нелицемерна, полна добрых дел и так далее. Это очень и очень важно. Господи, научи так, чтобы наилучшим образом, как можно правильнее использовать время, которое ты нам даешь. У нас разные роли. У нас разные партии. У нас разные задачи, может быть, в поместной церкви. Но мы живем в одном времени, в одном исчислении. Сегодня 2009 год. И никто не думал, нам казалось, что вот все ожидали в 2000 конца света, да? Вот, говорили, будет конец света 2009. Мы живем с вами уже 9 лет после конца света. И некоторые так и не заметили, наверное, когда эти 9 лет прошли. Потому что вот новое тысячелетие, новое столетие началось и так далее. Какой результат вот того, что мы живем в этом одном исчислении? У каждого разный. Каждая минута нашей жизни несет информацию о нас в вечность. И я еще раз повторю, хотя это светская песня, но автор очень правильно выразил идею саму. Мгновения раздают. Кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Именно мгновения. Вот мы набираем, знаете, вот есть вот такие игры или картинки, пазлы, да? Когда набирают из различных многих кусочков какую-то картинку. И вот когда эти пазлы состыковываются правильно, получается великолепная картинка. Есть красивейшие пейзажи, некоторые весят их дома на стенах. После того, как там дети или взрослые аккуратненько все это сложили. Каждая минута, каждый час нашей жизни несет Богу о нас информацию. И когда, когда это слово, которое очень часто, когда, когда, очень часто употребляется в Библии, в частности в Новом Завете. Вы помните, Феликс, когда беседовал с апостолом Павлом, он говорит, когда я найду время, я тебя позову. Вот сегодня многие люди живут вот по такому принципу. Он властелин времени. Вот ты сейчас иди, а когда я найду время, тогда я тебя позову. И мы понимаем, что время же не в руках Феликса. И его жизнь не в его руках. Может быть не найдется такого времени. Такое легкое отношение. И сегодня многие христиане так вот, когда я найду время, я тебе помолюсь, Господи, я тебе что-то там для тебя сделаю. Когда я найду время. А на самом деле все обстоит совершенно иначе. Вы помните царицу Исфирь. Девушка из еврейского народа, которая стала вдруг царицей. И мы так читаем просто, ну царица, а представьте ее. Это для нее такое неожиданное. Это, может быть, многие девушки мешали, мечтали хотя бы чуть-чуть приблизиться вот к такой жизни. И вдруг она встает царицей. И она не знает, как у нас говорят, за что раньше хвататься. А приходит Мардахей и говорит, Может, для такого времени ты и достигла достоинства царского. Для какого? Пойти и умереть. Потому что кто приходил к царю, и он его не звал, тот умирал. Если ты не пойдешь в это время, он говорит. Ну, можно сказать, ну слушай, Мардахей, ну давай не в это, ну давай не сейчас, не сегодня. Я хочу этим примером сказать, что братья и сестры, все, что мы имеем, все, до чего мы достигли, его надо увидеть во времени и подумать. Это не моя заслуга. Знаете, сегодня есть очень многие люди, христиане, бизнесмены, которые говорят, Я своим горбом это заработал. Я сам могу распоряжаться этим. Это очень похоже на то, я когда найду время. И вот царица, самая богатая женщина во всем этом государстве, царица. А Мардахей говорит ей, слушай, может это все, величие, богатство, красота и все, для одной минуты? А может, может и погибнуть. И она так и говорила. Она так и говорила, если погибнуть, погибну. Потому что это страшно было, вот прийти к царю, когда он не звал. Но может быть, все это для этого времени. И он говорит там серьезные такие вещи. Вы помните, если ты промолчишь в это время. Почему-то все время указывается, постоянно указывается время. Промолчишь в это время. То помощь придет с другой стороны. А ты и дом отца твоего погибнете. Я думаю, что немногие христиане сегодня вот так серьезно об этом думают. Мы настолько привыкли, что все это наше. Что мы всем можем распоряжаться. И жить еще будем очень долго. И многое другое. Хотя где-то звучит. Жизнь наша не в наших руках. Она у Господа. Может сегодня прекратиться. Но наши действия иногда говорят об обратном. Что так хорошо, уютно устроились. И так будет долго продолжаться. А вот представьте себе вот это сознание. Может ты достоинство царского достигла для этого времени. И Симеон это прекрасно понимал. Он увидел, да, сказал. Ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему с миром. Все. Это главное в жизни. И как сегодня этого не достает христианам. Так увидеть свою жизнь. Чтобы вот в каждую минуту, каждую секунду выбрать главное и второстепенное. Нужное и ненужное. Вот одного тебе не достает. Одно только нужно. Готов себе нужное. Вот приходит новый день нашей жизни. И мы его начинаем. Что мы выбираем? Что мы в этом дне выбираем? Потому что каждая минута и каждый день несет информацию Богу. То, чего я достиг. То, кем я являюсь. Для определенного времени в плане Божьем. Вот книги пророка Агея. Есть интересные тексты. Да и сама книга начинается очень интересно. Во второй год царя Дария. В шестой месяц. В первый день месяца. Ну, казалось бы, зачем? Кому нужны эти точные даты? Лишний раз подчеркивается, что все происходит во времени. Никогда такое больше не повторится. Никогда такого больше не было раньше. Вот именно во второй год царя Дария. В шестой месяц. И в первый день. Было слово Господне к Агею пророку. И Господь говорит. Народ сей говорит. Не пришло еще время. Не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим. Время жить. В домах ваших украшенных. Тогда как дом сей в запустении. Народ говорит. Не пришло время. Не время строить дом Господень. А Бог говорит. А вам самим время. Вот если вы определяете. А вам самим время жить в домах украшенных. Тогда когда дом Господень в запустении. Точные даты. Точные цифры. В нашей жизни. Вот сегодня определенный день. Определенное число. Определенное время. И вот в это время для меня и вас. Звучит слово Божье. Чтобы просить у Бога. Научить использовать правильно время. Мы можем прислушаться. А можем и дальше так продолжать. А вам самим. Время спрашивает Господь. Я уже говорил. Что в Библии написано. Время. Всему свое время. И там есть. В этом перечне. У экклесиаста. Есть такое выражение. Время искать. И время терять. Вот. Каждая минута. Которая уносит. Информацию о нашей жизни. Уносит ее. Вот в этом плане. Мы нашли. Или потеряли. Нашли. Или потеряли. Давайте будем искать любую возможность. Участвовать в Божьем плане. Библия говорит. Сердце мудрого. Знает время. Сердце мудрого. Знает время. Время. Взыскать. Господа. Так говорится. В Библии. И это нельзя откладывать. Господь говорит. Вот ныне. Когда вы услышите Божий глаз. Да. Не ожесточите ваших сердец. Это время может не повториться. Этот момент может не повториться. Он может быть единственным. Но в моей жизни и в вашей жизни он есть. И вот в этот момент нужно так научиться так использовать все моменты. Чтобы в результате приобресть мудрое сердце. Знаете. Когда мы видели тебя скажут люди. Иисус Христов. Когда мы видели тебя. Я читаю этот текст и думаю. Ну почему нигде. В каком месте. Когда. Когда. Это тоже вопрос обстоятельства времени. Когда. Когда была такая минута. Когда была такая секунда. Такой час. Когда мы тебя могли видеть. И Господь там отвечает. Вот тогда. Когда вы посетили. Когда там пришли. И так далее. Все во времени. И иногда нам кажется. Ну мы когда-то это сделаем. Ну мы как Феликс. Я найду время. Я посещу кого-то. Я что-то такое сделаю. И потом услышим от Иисуса Христа на этот. Когда мы тебя видели. Не было такого времени. Оказывается. Он давал нам возможности. И мы их не использовали. Братья и сестры. Я думаю. Вы согласитесь. Что страшнее. Вот переживание. Чем сознание неиспользованной возможности. Наверное нет. Говорят. Что вот ад. Что такое ад. Я думаю. Что уже. Уже сознание неиспользованной возможности. Это уже ад. На самом деле. Просто мы может. В каких-то мелочах там. Я обычно вот. Говорю. Примеры такие. Что вот я вам скажу сейчас. Вот сейчас. Там за центральной дверью стоит. Мешок. Там. С миллионом долларов. Да. И вы все улыбнетесь. И особенно во время. Вот. Кризиса и трудности. Это очень важно. А кто-нибудь. Он мальчик возьмет. Пойдет. А там он действительно стоит. Вот какой вам ад еще нужен. Вы будете всю жизнь думать. Он придет. Придет. И покажет. Скажет. Вот он. Вот. Вот эти деньги. Какой еще ад нужен. Человек очень сильно мучится от сознания неиспользованной возможности. Вот когда она была. Вернуть нельзя. Ничего нельзя вернуть. Ни одной секунды. Но тогда. Когда это можно было сделать. И покаяться. Есть такие. Вернуть. Время. идет. Время, которое можно использовать для Бога, для лучшего, для нормальной, счастливой жизни, мы тратим на другое. Потому что уступить не хочется и многое, многое другое. Я думаю, что если бы мы с этой стороны подумали, как страшно потом сознавать неиспользованные возможности. Когда кто-то из близких уходит из жизни, уходит навсегда, нет никакого возврата. И думаешь, почему не сказал там? Почему не сказал там? Почему мы носимся с собой, со своим я и так его жалеем? А время тикает и тикает и тикает и уходит. И уносит нас в вечность. Я еще раз говорю, есть люди, которые десятками лет не могут простить другому. Это десятки лет вот этих мучений и переживаний. Зачем? Когда можно было бы эти годы, эти минуты, эти часы посвятить совершенно для другого. Господи, научи нас так счислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Я где-то читал такую фразу, очень важную, по-моему, фразу или выражение. Когда Бог прибавляет года к вашей жизни, просите, чтобы Он прибавил жизни к вашим годам. когда Бог прибавляет года к вашей жизни, просите, чтобы Он прибавил жизни к вашим годам. Очень много сегодня людей, которые просто праздно проводят время. И кажется, и им кажется, и может быть другим, что так будет всегда, так будет продолжаться. Ну, подумаешь, там, не сегодня, завтра, не в этом году, так в следующем. Как это неразумно. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Я думаю, сегодня нам всем нужно услышать это. Вы знаете, когда мы бываем на похоронах, я много был на похоронах, и постоянно слышу одно и то же. Почему Он ушел? Почему Она ушла? И это верующие люди. И я говорю, слушайте, почему мы вам так спрашиваем? Мы все должны уйти рано или поздно. Почему никто не спрашивает, почему Я остался? Вот как занужное. Мы живем, а Он ушел. Ну, как-то ненормально, неправильно. Да нет, нормально уйти всем. Мы временные здесь жители, и странники, и пришельцы, и мы это прекрасно знаем, часто говорим и поем об этом, но когда собираемся на похоронах, говорим, почему Он ушел? И почему Она ушла? И хоть бы кто-то сказал для себя, Господи, почему Я остался? Для чего Ты мне дал еще эти несколько дней, лет, или десятилетий? Вот в чем проблема. Я думаю, если бы мы чаще себя так спрашивали, научи, просили у Господа, Господи, научи. Вот Я остался для чего? Для какой цели? Что Ты хочешь от моей жизни? Сколько минут, секунд, часов унесет еще информацию о моей жизни? И какой будет эта информация? Мы поем один псалом, я думаю, известный всем, мелькают часы за часами, днями сменяются дни. А как они прожиты нами? О чем нам напомнят они? Как часто мы время теряем, отчет о себе не даем, что жизнь наша здесь угасает, и больше ее не вернем. И кажется, вот такая какая-то безнадежность, и там есть слова, которые говорят о возможности покаяния. И там, о, если бы было старание, говорится в этом псалме. Не кончен ведь жизненный путь, ведь может еще покаяние нам милость Господню вернуть. Может быть кому-то из нас. Господь даст эту репризу и скажет, ну хорошо, ладно, повтори еще этот отрезок жизни, но повтори его правильно. Вот там хористы сбились первый раз, а вот после репризы уже хорошо спели, чтобы все-таки могли услышать люди, как звучит это произведение. Может быть Господь даст это, не кончит ведь жизненный путь, ведь может еще покаяние нам милость Господню вернуть. У нас сейчас минуты и молитвенное собрание, и минуты для молитвы, и можно их использовать так или иначе. И можно в этот момент помолиться и попросить Господа, сознавая, что я неправильно использую эти минуты, попросить, чтобы Он научил вот так видеть время и так в этом времени видеть главное и так отличить его от второстепенного, чтобы мудрое сердце приобресть. И потом, когда общаются с нами люди или друг другу говорят, а нас говорят, это мудрый человек, он никогда не горячится, он никогда не делает поспешных выводов, он всегда с Господом, он такой мудрый, что он всегда направит, он всегда наставит, он всегда подскажет, разве это плохо, или говорят, вот этот брат, лучше обойти его вот так вот, а вот эта сестра, лучше не подходить, Господи, научи, и мы можем эти минуты, сейчас минуты молитвы, для этого использовать, Господи, если ты меня оставил на этой земле, потому что многие уже ее оставили, может быть, кто-то моложе меня, может быть, такой, как я, или чуть старше, а меня ты оставил, научи меня это время использовать, молитва, это самое сокровенное желание души, если, конечно, оно есть, это желание, Бог услышит, и Бог научит, помолимся Ему, аминь.